Всем привет! Сегодня у нас такое разговорное видео и хотел бы я поговорить про такую часть жизни, как рисование. С одной стороны, в моей взрослой жизни не рисую практически ничего, ну так если только от какой-нибудь скукоты в тетрадке, там что-нибудь на каком-нибудь собрании и прочее, прочее, прочее. Но в детстве это один из таких самых распространенных видов деятельности. Начиная с того, что многие дети рисуют на обоях, вот эта наскальная живопись, и продолжая рисовать, там приходят естественно в альбомы, раскраски и так далее, и так далее, и так далее. Есть такое направление определенных методик в психологии, так называемые проективные. Что это обозначает? Это когда нам дается определенное задание, и мы начинаем делать какое-то совершенно обычное заурядное действие. Но за этим заурядным действием мы можем вычленить какие-то особенности. Вот рисунок – это один из таких проективных методик. Их очень большое количество, но я бы хотел сегодня акцентировать внимание на детские рисунки. Что они могут обозначать, какие особенности и так далее. Так что начнем. Где-то в 3-4 года обычно у детей какие бывают рисунки? Это какие-то кружочки, линии, руки, ноги. Ну, то есть совершенно стандартное, совершенно обычное такой этап взросления, рисуночного взросления. Но даже за этим уже можно постепенно чуть-чуть наблюдать, как он это рисует, что он выделяет, что он не выделяет. То есть особого внимания, конечно, не стоит уделять, но тем не менее, посмотреть, что он рисует, очень важно. Потому что так часто он видит окружающий мир. А вот когда ребенок уже становится старше, где-то от 5 до 8 лет, плюс-минус, вот тут уже стоит смотреть на детали. Что он рисует, как он рисует, кого он рисует, в каких обстоятельствах он рисует и так далее. Но нужно тут учесть то, что рисуночные тесты, они не только для детей, они и для взрослых тоже. Но в данном случае, повторюсь, мы рассмотрим особенности детского рисунка. Один из самых распространенных проективных методик рисовочных, это как раз рисунок семьи. В чем суть? Дают листочек бумаги, дают карандаши или фломастеры и просят нарисовать семью. И в чем тут особенность? Первое. Важно посмотреть, как он рисует свою семью. Очень часто, например, бывает такое, что в семье, например, есть телевизор и кот, а нету папы или бабушки. Остальные все есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что очень мало внимания уделяется ребенку. И то, что его основная деятельность, это скорее игра с котом, либо пялится в телевизор. То есть, телевизор заменяет одного из членов семьи. То есть, стоит задуматься. Также важно посмотреть, какое настроение у членов семьи. То есть, вот он нарисовал всех, а какое настроение сейчас у мамы? Ну, то есть, там видно улыбка или не очень улыбка, или улыбка наоборот, какая-то грустная. А если нету эмоций, то можно спрашивать, ну, прямо вот в открытую. А что сейчас, как ты думаешь, какое настроение у мамы? А у папы что сейчас чувствует? А почему бабушка такая грустная и сидит? А почему ты, ну, там вот в углу сидишь? Какое у тебя настроение? То есть, тем самым можно уточнять эмоции, да, и переживания, которые есть у ребенка. Но так как ему 5-7 лет, он большее количество времени, конечно, находится в семье. Поэтому и эта методика, она очень интересная. Важно посмотреть на рост фигур. То есть, с одной стороны, это может быть действительно описание высокого папы, который выше всех остальных. Но очень часто это говорит о том, кто в семье более важный. Например, все одного роста, но вдруг бабушка выше всех. И ты задаешь вопрос, а почему бабушка выше всех? Ну, не знаю, мне так кажется. Она вот говорит всем, что нужно делать. Поэтому мне кажется, что она чуть-чуть важнее в каких-то моментах. И то я сейчас, на самом деле, говорю очень по-взрослому. Дети так не отвечают. Они в основном отвечают, ну, потому что я люблю очень сильно бабушку. И бабушка помогает мне, помогает всем. Всем семье. То есть, мы можем понять тоже значимость бабушки в виде выделения ростом на этом рисунке. И значимость эта имеет большое влияние на семью в целом. Также важно посмотреть, как располагаются фигуры на листе. Стоят ли они вместе? Стоят ли они порознь? К сожалению, очень часто бывает, что семья находится в одном местоположении на листе. А ребенок, либо его нет вообще, либо на другом. И тут стоит спросить, а почему так происходит? Почему ты нарисовал себя отдельно? Вообще, не бойтесь спрашивать. То есть, спрашивать – это самый простой способ узнать детали. Особенно у детей. Почему, как ты думаешь, ты стоишь в другом стороне листа? Ну, потому что я на них обиделся. Например. Ну, потому что папа очень строгий. И я для того, чтобы, ну, типа, он на меня не ругался, я стою чуть поодаль. Это, опять же, я говорю достаточно взрослыми словами. Но, тем не менее, сама суть именно в этом. Или там вся семья нарисована, а папы нет. Ты спрашиваешь, а почему папы нет? Потому что часто бывает в командировках. Такая тоже очень частая история. Еще одна проективная методика называется «Нарисуй мальчика» или «Нарисуй девочку». То есть, мальчик – мальчика, девочка – девочку. О чем, в общем-то, эта методика? Она рассказывает о том, как мальчик воспринимает сам себя. Ну, или девочка, как ребенок воспринимает сам себя. И это очень интересно. Посмотреть, опять же, на эмоции, на то, что он делает, на то, какие у него глаза, как он видит. Про глаза. Например, очень отчетливые глаза и заштрихованные глаза говорят о внутренней тревожности. То есть, я вижу и я беспокоюсь по этому поводу. Что тоже важно для родителя, для психолога и так далее. Важно обратить внимание, насколько ребенок прорисовывает себя. Какая у него одежда. Какие у него детали тела. Если большая голова, маленькое тело. Например, не рисуют. Часто ноги рисуют просто по туловище. Почему так происходит? То есть, интерпретация может быть какая угодно. Я вам сейчас не даю, конечно, никакие конкретные рецепты. То, что если он не нарисовал ноги, значит, у него там все плохо. И это психиатрия. Нет, ни в коем случае. Важно в моменте здесь и теперь спрашивать. Почему не нарисовал? Почему нарисовал? Почему нарисовал так? И так далее, и так далее, и так далее. Повторюсь, очень важный момент. Обратите внимание на то, в каком настроении он нарисовал вот этого мальчика или девочку. Есть один момент, что если... Про штрихи я уже говорил, да? То есть, это про тревогу. А вот если, например, много чего-то колючего, много что-то заостренного, много что-то такого зубастого. Это говорит про внутреннюю агрессию. То есть, вот ты вот улыбаешься, но тут явно видно, что это не улыбка. Даже в детском рисунке это явно видно, что это не улыбка. Попробуйте спросить, а вот почему улыбка такая? Ты же улыбаешься по-другому. Попробуйте разговорить его. В конце концов, попробуйте поговорить с своим ребенком уже наконец-то. Еще одна проективная методика. Она называется нарисуй себя в классе, ну или в детском саду. Ну, то есть, это более старшая такая история, потому что в детском саду можно попробовать, но самая распространенная тема, это, конечно, в классе. Почему? Потому что ребенок, когда рисует класс, он располагает себя либо там, где он обычно сидит, что тоже о многом говорит. Вы знаете, вот это то, что троечники сзади, а пятерочники впереди, там и так далее. То есть, можно посмотреть, что происходит в классе со стороны учителя. Либо он рисует себя там, где он хочет сидеть, что тоже очень важно. Тоже важно спросить, а ты там сидишь, правда? А где бы ты хотел бы посидеть? А что ты чувствуешь там? А как тебе там нравится, не нравится? И так далее. Эта методика хороша тем, что можно попробовать узнать, что происходит в классе, именно с точки зрения эмоций и отношений, не побывав в классе самом. То есть, взрослые люди, естественно, не могут находиться в учебном процессе, ну, кроме учителей. Важный момент. И с помощью этой методики можно хотя бы немного, но понять, что там происходит. Можно попросить нарисовать ребенка, покажи, что ты делаешь на перемене. И он рисует и показывает, что кто-то там бегает, а я сижу один. Что тоже многое объясняет. И многое показывает родителю. Либо наоборот, все бегают, а меня толкают. Вот вам, пожалуйста. Это очень классная методика для понимания того, что происходит там, где вас нет в большом количестве времени. Обратите внимание, как он рисует. Это тоже достаточно важно. Если он рисует с слабым нажатием, если он достаточно взрослый, он рисует с слабым зажатием. Либо заходит за границы. Это, во-первых, про восприятие границ. Обязательно. То есть, границ не личностных, конечно, а вообще про восприятие. И это, например, про возможные проблемы с мелкой моторикой. Почему я говорю возможные? Потому что каждый ребенок индивидуален, безусловно. И нужно смотреть конкретно. Что происходит с ним, как происходит. Может быть, он просто не хочет это делать. Это тоже очень важно. Но, тем не менее, в большинстве случаев, если штрих с таким не сильным нажатием, возможно, это проблема с мелкой моторикой. А это не всегда хорошо, что для взрослых, что для детей. Вот это вот страшненькое, знаете, когда на рисунках у детей появляются там, типа, внутренние органы, там, кровь, расчлененка, вот это все. С одной стороны, это может быть действительно какой-то такой сигнал. Обратите на меня внимание. И это правда. С другой стороны, это про внутренние страхи. Потому что это про агрессию. Вообще, красные цвета, повторюсь, красные цвета, какие-то вот эти вот зубы оскаленные, какие-то у животных, которые он придумывает, какие-то шипы. Это все про внутреннюю агрессию. А что такое внутренняя агрессия? Это страх. Это страх, который я не могу понять, поэтому я буду злиться на это и злиться на весь мир. Поэтому, как вы только увидите, не думайте, что это психиатрия. Это, ну, то есть, то, что он вырастет маньяком. Это все чушь. Это про внутреннюю агрессию и какие-то проблемы, которые он не может решить сам. Поэтому ваша задача, как родители, попробовать узнать, что это за проблема. И попробовать решить вместе, чтобы вот эта вот внутренняя агрессия, внутренний страх снижался у него. Если ребенок на просьбу нарисовать себя там в классе, в комнате, еще где-нибудь, рисует исключительно вещи, но не рисует ни людей, ни животных, ни себя, это может быть обозначать то, что у него есть определенные проблемы с коммуникацией. Он не может найти общий язык с людьми. Поэтому вам тоже такой определенный маркер для того, чтобы научить ребенка, что с этим делать. Как попробовать найти контакт с людьми. Что препятствует найти контакт. Чего он, опять же, боится. Что у него не получается и так далее. Есть еще один момент. Он тоже достаточно распространенный. Когда ребенок отказывается рисовать. В принципе, в этом нет ничего страшного. У каждого из нас есть определенное настроение. Мы что-то хотим, что-то не хотим. Но так как мы взрослые, у нас волевой компонент развит. То у детей волевой компонент не сильно развит. Поэтому он может просто действительно не хотеть рисовать. И через некоторое время вы можете его спросить. Ну, типа, давай попробуем. И он может на это согласиться. Но бывают такие моменты, когда ребенок наотрез не хочет ничего делать. И не входит с вами в какую-то деятельность. Что это может обозначать? Очень часто это обозначает то, что я боюсь допустить ошибку. То есть, вы, как родители, должны посмотреть, насколько вы сильно требовательны к ребенку. Насколько вы, ну, скажем так, прямо, что уж там буду говорить, ругаете ребенка. За то, что у него что-то не получается. Насколько вы обесцениваете ребенка. Ну, это тоже очень важно. И вот этот вот отказ говорит о том, что я очень сильно не уверен в себе. Я не могу показать то, что, ну, потому что все, что я нарисую, ты скажешь, все плохо, все не так. Тут уже стоит, конечно, обращать не только на ребенка, но и на себя. Впрочем, как всегда, очень важно понимать то, что ребенок – это такая лакмусовая бумажка семьи. Лакмусовая бумажка даже не семьи, а родителей в первую очередь. То, что, смотря на ребенка, можно очень многое понять про себя. И это такой индикатор. Индикатор, что вы делаете правильно, что вы делаете неправильно. На этом все. Надеюсь, вам это будет интересно. Я думаю, вы можете попробовать это провести сами. Почитайте. Этих проективных методик огромное количество, поэтому можете попробовать это сделать сами. посмотреть, что там, как, зачем и почему. Также, кстати, вы можете попробовать написать мне в личку, если хотите. Но это отдельный разговор. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, ну и пишите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok